Решите уравнение в целых числах. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Для решения нашего уравнения попробуем разделить переменные. То есть попробуем выразить одну переменную через другую. Для этого первые два слагаемых мы пока перепишем. x в кубе минус 10x в квадрате. А у третьего и четвертого слагаемого вынесем y за скобки. В результате получаем y умножить на x минус 1. И все это равно 0. Теперь первые два слагаемых перенесем в правую часть. Получаем y умножить на x минус 1. И все это равно минус x в кубе минус 10x в квадрате. Вот эти скобки пока раскрывать не будем. Потом будет понятно почему. Далее для того, чтобы выразить y через x, нам нужно делить обе части на разность x минус 1. Но тогда нужно потребовать, чтобы наша разность была не равна нулю. А это значит нужно отдельно проверить случай, когда эта разность будет равна нулю. То есть рассмотрим два случая. Первый случай. Если разность x минус 1 равна нулю, откуда x будет равен единице. И в результате подстановки единицы в наше уравнение, мы в левой части получим 0, а в правой части получим 9. Это неверно. А значит x не может быть равен единице. Так и запишем. То есть x не равен единице. Переходим ко второму случаю. То есть когда x минус единица не равно нулю. То есть x не равен единице. И теперь мы можем разделить на x минус единицу, которая не равна нулю, обе части нашего уравнения. В результате получаем у будет равен минус x в кубе минус 10x в квадрате разделить на x минус единицу. Далее нам нужно будет у нашей дроби выделить целую часть. Для этого нам нужно будет поделить числитель на знаменатель. Это можно сделать либо в столбик, либо постараться выделить в качестве множителя x минус единицу в числителе. А потом почленно поделить. Например, выделим целую часть вторым способом. Для этого отдельно перепишем нашу дробь. Минус можно пока не писать. То есть x в кубе минус 10x в квадрате. Все это разделить на x минус единицу. И вот теперь нам нужно будет в числителе выделять x минус единицу в качестве множителя. Для этого в начале от x в кубе вычтем x в квадрате. Но раз мы вычли x в квадрате, нужно прибавить x в квадрате. Да еще минус 10x в квадрате у нас оставалось. То есть в результате у нас получается минус 9x в квадрате. То есть действительно это все те же 10x в квадрате со знаком минус. Теперь если мы вынесем x в квадрате у первых двух слагаемых за скобки, то мы как раз и получим x минус единицу. Теперь у третьего слагаемого, для того чтобы у нас остался x, мы должны будем выносить минус 9x. А это значит, чтобы у нас получилось после вынесения еще и минус единица, нам нужно прибавить 9x. Но 9x у нас не было в числителе. Значит надо также вычесть 9x. И теперь снова, чтобы получить x минус единицу, мы будем выносить минус 9. А значит надо еще дополнительно прибавить и вычесть 9. И все это нужно разделить на x минус единицу. Ну и теперь в числителе мы сможем выделить в каждом слагаемом x минус единицу. То есть у первых двух слагаемых мы выносим x в квадрате за скобки, получаем x минус 1. У третьего и четвертого слагаемых мы выносим за скобки минус 9x, получаем все те же x минус единицу. У следующей пары мы выносим минус 9, получаем x минус единицу. Ну и минус 9 мы перепишем. Все это нужно разделить на x минус 1. Делим подчленно каждое слагаемое в числителе на x минус единицу, окончательно получаем x в квадрате минус 9x минус 9 до минус 9 деленное на x минус 1. Учитывая, что наша дробь, у которой мы вынесли целую часть, была со знаком минус, окончательно получаем y равен минус x в квадрате плюс 9x плюс 9 и плюс 9 разделить на x минус 1. Напомню, что мы решаем уравнение в целых числах. А это значит левая часть это целое число. Первые три слагаемых в правой части дают нам также целое число. А это значит тогда, что и дробь в правой части также должна быть целым числом. Но дробь у нас будет целым числом только тогда, когда знаменатель будет равен одному из делителей числителя. То есть знаменатель x минус 1 может быть равен плюс минус 1. Или знаменатель x минус 1 может быть равен плюс минус 3. Или знаменатель x минус 1 равен плюс минус 9. Других делителей у нашего числителя нет. То есть в результате мы получаем или x равен 0, или x равен 2, или x равен минус 2, или x равен 4, или x равен минус 8, или x равен 10. Подставляя каждое из найденных значений переменной x в наше уравнение, находим соответствующее значение переменной y. В результате получаем 6 пар чисел, которые как раз и являются решениями нашего уравнения. Пишем ответ. Первая пара. Если x равен 0, то y равен 0. Вторая пара. Если x равен 2, то y равен 32. Третья пара. Минус 2, минус 16. Четвертая пара. 4, 32. Пятая пара. Минус 8, минус 128. И шестая пара. 10, 0. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и заходите в гости на наш семейный канал. Спасибо. Продолжение следует...